Громкая история, в которой стала жертвой молодая читамистр, прогремела в начале этого года. Тогда супруги спустя две недели после покупки квартиры узнали, что жилье им по закону не принадлежит. Мы уже тут планировали ремонт. В один из вечеров к нам приходит женщина, постучалась в дверь, все. Говорит, я собственница. Вы, говорит, квартиранта? Мы сначала говорим, нет, мы, наверное, куда-то ошиблись квартиры. Она нет, все 69-я. Я собственница квартиры. Мы ее купили. Она говорит, как так, я ее сдавала. Молодая чета купила квартиру почти за 4 миллиона рублей в спальном районе Барнаула. Но оказалось, предыдущие арендаторы без ведома собственницы подделали ее паспорт. Затем продали квартиру перекупщику, а тот, в свою очередь, Софье и Егору. После того, как вскрылась мошенническая схема с квартирой, пару попросили съехать. Уже полгода семья с маленьким ребенком на руках снимает жилье за 18 тысяч в месяц и через суд пытается добиться компенсации с Росреестра, где и была зарегистрирована сделка в простой письменной форме. С 2020 года вышел закон, согласно которому добросовестные приобретатели имеют право получить государственную компенсацию. Собственно, на это мы и надеемся. В простой письменной форме, то есть без участия нотариуса, сделка с недвижимостью проходила не только у супругов мистер, но и у героев многих других громких историй, о которых рассказывали СМИ. Упрощенный порядок заключения сделок по доверенности, а порой и без личного присутствия владельца жилья, довольно рискован. Единственный надежный способ избежать обмана, по мнению специалистов рынка недвижимости, обращение к нотариусу. На сегодняшний день мы довольно часто сталкиваемся с поддельными доверенностями. И для того, чтобы гражданам защитить свои права, им нужно знать порядок оформления нотариального документа, именно доверенности, что необходимо обращаться в нотариальную контору, к нотариусу. Действие совершается в присутствии нотариуса, нотариусам разъясняются все права, указываются полномочия необходимой гражданину в доверенности. Доверенность распечатывается на специальном бланке для совершения нотариальных действий. На нее наносится защитный QR-код. Именно доверенность относится к числу самых подделываемых документов России, в том числе и в Алтайском крае. Так, на днях в Бийске нотариус вывел поддельную доверенность, сообщает сайт Алтайской краевой нотариальной палаты. Доверенность была заверена якобы московским нотариусам, но подписи и печать оказались липовыми. Документ, дающий право на продажу квартиры в центре Бийска, был оформлен от имени человека, которого уже нет в живых. Выведить подделку нотариусу не составило труда. К слову, нотариальные конторы, мошенники не идут, предпочитая обходные пути. А если говорить о рисках, то есть о мере ответственности, какая, наверное, для людей, которые покупают эти бланки? Ну, если они совершат какое-то противозаконное действие, то там уже с этим будут разбираться правоохранительные органы и суд. И мера ответственности, это может быть абсолютно разная. Подделка бланка это от двух лет, и еще там категории какие-то есть, я, конечно, не специалист в уголовном праве, да. А если совершено какое-то преступление серьезное, можно ведь кого-то жилья лишить с помощью поддельного документа, то это совсем другие уже, другая мера ответственности. На сайте Федеральной нотариальной палаты находится сервис проверки доверенностей. Нужно ввести дату удостоверения, реестровый номер, фиу того, кем документ был удостоверен, и результат готов. Здесь же находится сервис проверки отменных доверенностей. Легко просканировать и QR-код. Сегодня специальная маркировка имеется на большинстве нотариальных бумажных документов. Если перед вами оригинал, система выдаст фамилию, имя, отчество нотариуса, который оформлял данное действие. Нотариальный округ и другие реквизиты. С помощью этого QR-кода любой человек, даже посредством смартфона, может проверить подлинность документа. Проверка QR. Проверить. Разрешить. Все он проверяет. В ситуации семьей мистров все в итоге сложнее. Они уже прошли несколько судебных заседаний. Одну из мошенниц, что обманула Софью Егора, приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Еще два фигуранта получили по шесть лет реального срока. Вся эта компания арендовала злополучную квартиру до того, как ее купили мистер. Последним же квартиру уже не вернуть. Но остается надежда на получение компенсации в 4 миллиона рублей от Росреестра, если суд обяжет об этом инстанцию. Очередное заседание уже по данному факту прошло сегодня. О чем там шла речь, расскажем в ближайших выпусках. Валентина Аскерова, Вадим Быстревский. День с толком.